С 1 октября в России начинается осенний призыв. Официально в армию, а по факту – в ад. Ведь уже ни для кого не секрет, что российские срочники под давлением военкомов очень быстро становятся контрактниками, то есть дешевым ресурсом российского министерства войны. А поскольку с 25 июля 2023-го Госдума внесла поправки в закон о расширении призывного возраста, теперь откосить будет еще труднее. Российские активисты из проекта «Идите лесом» предупреждают, что с началом призыва за неявку по повестке россиянам грозит не только внушительный штраф, но и уголовная ответственность. Конечно, в Госдуме правду об осеннем призыве попытались скрыть за общими фразами. Так глава комитета по обороне генерал Андрей Картополов объявил, что правило осеннего призыва на срочную службу в армию изменится только со следующего года. И, конечно, соврал, точнее, утаил главное. Ведь до конца года временно не изменится только граница призывного возраста. Так как официально закон об изменении призывного возраста вступит в силу только с 1 января 2024 года. Согласно нему, предельный возраст призыва на срочную службу вырастет с 27 до 30 лет. Вот только ранее российские законодатели обещали, что повышение призывного возраста будет происходить постепенно до 2026 года, а теперь оказывается до 2024 года. Не повезло и тем россиянам, которые отпразднуют 27-летие до конца года. Ведь хоть официально они под призыв пока не попадают, но, по словам Картополова, будут зачислены в запас. А с учетом того, что так называемая частичная мобилизация только набирает обороты, то запасники в первую очередь рискуют оказаться в учебке. А там и на фронте в Украине. Но это еще цветочки. Главное, о чем умолчали в Госдуме, штраф за неявку военкомат теперь вырос в 10 раз. С 3000 рублей до 30 тысяч. Это порядка 300 долларов. При средней зарплате по России около 600 долларов. Вариант просто откупиться за неявку военкомат тысячами больше не работает. Ведь теперь отдать придется ползарплаты. Но хуже уже не будет. Как бы не так. Будет. Не хочешь платить штраф, иди в тюрьму. Ведь согласно пункту 2.1 статьи 31 закона о воинской обязанности и военной службе, за неявку военкомат может светить и уголовная ответственность. Уклонистам светит минимум арест на срок до 6 месяцев. А если военком заортачится, то дело может дойти до лишения свободы на срок до двух лет. Теперь откосить от военкомата станет в разы труднее еще и потому, что во время предыдущего призыва повестки заказными письмами не отправляли. А теперь будут. Если раньше факт оповещения наступал только в момент, когда военкому удавалось лично поймать кандидата в армию и вручить повестку под роспись, то теперь военные комиссары получили целый арсенал по поимке срочников от смсок до объявлений на сайте госуслуг. И неважно, получил реально гражданин эту повестку или нет. Ведь по факту документ считается врученным уже через неделю с момента отправки. В Госдуме и тут попытались усыпить бдительность россиян, там заявили, что электронные повестки якобы еще тестируются. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Но если вдруг кому-то таки придет электронная повестка, якобы просто так, в порядке эксперимента, то отвертеться не получится. Кроме того, российскую молодежь ожидают значительное ограничение в правах. Уклонистам могут закрыть выезды страны, запретить брать кредит или даже отобрать права. Поэтому даже если единый реестр электронных повесток с 1 октября и не заработает, то от грядущих ограничений в правах россияне все равно не застрахованы. И если раньше российская армия пугала только лютой дедовщиной, то теперь это стало реальной угрозой попасть на настоящий фронт. А ведь даже для подготовленных бойцов средняя продолжительность жизни в окопах составляет не более двух месяцев. Это стало ясно после того, как независимые журналисты проанализировали более 10 тысяч постов в российских социальных сетях, где семьи ищут пропавших без вести во время полномасштабной войны. Оказалось, в среднем после 60 дней очень многие российские солдаты перестают выходить на связь. Но в российском министерстве обороны о них и слышать не хотят. Ведь там, как и в первые дни полномасштабной войны, потерь в вооруженных силах России нет. Точно так же российское руководство отрицает и будет отрицать участие срочника в войне против Украины. Так, 5 марта 2022-го Путин сообщил, якобы отправляет на утилизацию на украинский фронт только профессионалов. Уже 9 марта выяснилось, что такие есть, и не один. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Российское военное руководство признало неудобную правду лишь потому, что украинские СМИ начали публиковать интервью с российскими военнопленными, среди которых российские матери начали узнавать своих детей, которые якобы проходили срочную службу и территорию России, по словам командование не покидали. Мы сегодня собрались с нашими товарищами-срочниками, чтобы рассказать вам всю правду, которая здесь происходит. 23 июня 2021 года призвался на срочную службу, после чего воинская часть номер 31-134, командир части полковник Харитонов. 24 февраля 2022 года мы вторглись на территорию Украины. Нам до последнего подтвердили, что это будет просто учение. 7 июня 2022 российская военная прокуратура была вынуждена признать, что к участию в войне в Украине были привлечены как минимум 600 солдат-срочников, хотя такого указа никто не издавал. Как говорится, дальше больше. Впрочем, чтобы больше не пришлось признавать участие срочника в войне в Украине, многие российские военкоматы быстро делают из призывников контрактников. В российской организации «Школа призывника» считают, что срочники – просто удобный источник для набора новых военнослужащих. Те, кому предлагают контракты в Сирию или Нагорный Карабах, просто везунчики. Хотя там тоже бывает жарко. Ведь и там можно попасть под прицельный обстрел. Как, например, произошло 20 сентября 2023 года, когда Азербайджан нанес удар по базе так называемых российских миротворцев в Карабахе. Ну а чаще всего военкомы уламывают срочников подписать контракт только затем, чтобы отправить вчерашних школьников умирать на фронте в Украине. Это, как известно, билет в один конец. Ну, нужно сказать, что в нынешних условиях для российских военных и Карабах, и Африка – это, в принципе, можно считать курортом. Потому что в основном они попадают в Украину, и их карьера и жизнь часто на этом заканчиваются. Ну, тут можно только повторить, что людей, которые вообще попадают в лапы российской военной машины, да, ничего хорошего не ждет. Ведь 20-летних юнцов, оторванных от семьи и родного дома, очень просто обработать. Контингент срочников, он является одним из ресурсов пополнения мобилизированных. То есть, срочников их не мобилизирует, а их часто заставляют, принуждая теми или иными способами подписывать контракт. Как только военный случай становится контрактником, его тут же можно брать под белые ручники и отправлять в Украину, так сказать, в местные штурмы. До этого военкомы подчас не гнушаются самыми грязными методами, выдержать которые смогут далеко не все. Как не смог 20-летний срочник из республики Коми Сергей Гридин. Он покончил с собой прямо воинской части феврале 2023-го. В предсмертной записке юноша объяснил, что накануне его вписали в ротацию в Украину. А оттуда, по словам покойного Гридина, из его роты еще никто не возвращался. Затем командование начало давить на юношу, чтобы тот подписал контракт. И одними угрозами комиссары, судя по всему, не ограничились. В записке срочник объяснил, что пережил такие издевательства, после которых он не может дальше жить. Можно только предположить уровень жестокости и насилия военкомов, которые довели молодого человека до самоубийства. Кстати, им это сошло с рук, даже несмотря на вещественные доказательства, их вины. Так сослуживцы Гридина успели сфотографировать предсмертную записку до того, как командиры ее отобрали и уничтожили. «Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду. Но жить с этим не могу. Принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках». Этот трагический случай получил огласку благодаря этой записке. Однако это не единственный случай, когда российские военкомы использовали для принудительного подписания контракта жестокие телесные наказания и унижения. О нарушениях прав человека и других махинациях военных комиссаров свидетельствуют им многочисленные жалобы родственников. Так, 8 мая 2023 года жительница Петра Заводска Яна Кузнецова пожаловалась, что военкомы 3-й мотострелковой дивизии в Белгородской области попросту подделали подпись на контракте ее сына. Об этом женщина написала в российской социальной сети. «Моего сына Кирилла лишили воли, ввели в заблуждение путем давления на эмоциональное состояние. Сказали подписывать документы. На что он сказал, что подписывать ничего не будет. К вечеру ему дали ксерокопию контракта. Мы обнаружили, что на контракте подделка подписи». Новый призыв с 1 октября еще больше развязывает руки военкомам еще на моменте выдачи повестки и будто подталкивает к тому, чтобы нарушать права юношей в дальнейшем. Речь о еще одном нововведении, которое немыслимо в правовом государстве. Согласно новым правилам, обжаловать решение призывной комиссии теперь невозможно. Еще во время предыдущего весеннего призыва можно было обратиться в суд и попытаться опротестовать решение о вышестоящих инстанциях. Как минимум на время рассмотрения жалобы призыв приостанавливается. Теперь российских парней лишили этого, последнего инструмента для защиты своей свободы и, более того, жизни. Еще одним полем для набора нового мясного фарша для путинской войны стал временно оккупированный Крым. В прошлом году, по данным Крымской правозащитной группы, в российские войска было отправлено почти две тысячи крымчан. Планировали завербовать больше, говорят крымские правозащитники. Но многие крымские татары делали все, чтобы отказаться от повесток, и так сорвали план российских военкомов почти на четверть. В этом году российская Минобороны хочет насобирать в Крыму две с половиной тысячи смертников. А учитывая, что репрессии против отказников, с первого октября усилятся в России, то с крымскими заложниками на временно оккупированном полуострове, путинские приспешники тем более считаться не будут. Ведь военные базы в Севастополе или Евпаторе это теперь очень жаркое место. Новые правила призыва составлены таким образом, чтобы насобирать как можно больше призывников по стране, а потом отправить их туда, куда захочется военному командованию. Везунчикам предстоит чистить туалеты где-нибудь на базе во Владивостоке, но большинство призывников отправятся на местные штурмы на фронт либо по согласию, либо по принуждению. Семьям стоит заблаговременно подготовиться к грядущим событиям и после получения повестки пойти заказать подходящий гроб.